Здравствуйте дорогие! Я специально делаю такую предновогоднюю подборку информации, которая как можно шире раздвинула ваши горизонты и вы увидели ясно картину происходящего в реальности, в вашей реальности. Сегодня я хочу предоставить вам тему новая карма с плеядеанцами. Почему я ее выбрала? Потому что очень много разговоров, догадок, додумок, своих каких-то домыслов, каких-то сомнений, какой-то вязкой такой вот восприимчивости какой-то. И вот оно так мешает, вот лучше, если вы в чем-то сомневаетесь, вот лучше скажите, я ясно вижу происходящее в реальности. И вот в этом состоянии, в этой волне попробуйте побыть ну хотя бы несколько минут, чем тратить свои такие ценные силы на какие-то сомнения, недосказанности, додумывания, игру ума, одним словом. Я не против ума, но я за то, чтобы он служил вам. И он вам помогал проходить какие-то очень серьезные испытания ваши. Поэтому я сегодня выбрала вам такую предновогоднюю кармическую информацию, которая, на мой взгляд, расширит ваше мировоззрение и снимет противостояние. Приступаем. Примерно полтора миллиона лет назад Уже весело, да? Примерно полтора миллиона лет назад Плеядеанская раса попыталась создать еще одну солнечную систему. Мыслеформа вашего творения влияет на виды, вызывая у них стремление играть в Бога, в кавычках, и создавать жизнь. Это можно увидеть на примере многих созданных рас, в кавычках, рабов. Не только на Земле, но и в Плеядах. Гуманоидная форма на двух дополнительных планетах в Плеядах. В галактике Андромеды. Альфа Центавра, в скобках, серые и рептилии. И в звездной системе Бетта-Сити, в скобках, рептилии. Как вы понимаете, этим расам было весьма трудно эволюционировать. И они произвели больше всего разрушений в силу отсутствия сознания и души. Помимо желания создавать жизнь в форме других видов, примерно полтора миллиона лет назад плеядеанцы попытались создать Солнечную систему. В попытке создать планету они использовали уже существующую, у которой изъяли необходимый для себя генетический материал. По сути, пытались создать жизнь. Но на самом деле уничтожили уже существующую планету. И вновь мы видим, насколько в нашем творении переплелись разрушения и созидания. В ходе многочисленных генетических опытов на Земле в эпоху Ану, Ананук, затем в эпоху Атлантиды, в скобках, а также плеядах, Андромедий и Бетта-Сити, генетический материал, необходимый для создания рас и рабов, также брался у уже живущих тел, обладающих намного более высоким уровнем генетического материала и сознания. Эти формы находились в заточении, в лаборатории и мучительно уничтожались за годы изуверских экспериментов. И снова созданию вашего вида предшествовало разрушение. Подобным же образом была разрушена Солнечная система, из которой плеядеанцы брали генетический материал для создания новой Солнечной системы. Это из вашей Солнечной системы, в которой находится Земля, плеядеанцы брали генетический материал, в результате чего полностью была уничтожена жизнь на Мелдек, в скобках, в Фаэтоне. Более того, попытка плеядеанцев создать Солнечную систему потерпела провал, и возгорание прорвало дыру во времени. Свыше 1,2 миллиона лет назад путешествия во времени в третьем измерении были невозможны, поэтому проблемы, возникшие в результате путешествия во времени андромедианцев, серых и рептилий, не возникли бы, не будь этого неудачного эксперимента. Давайте я еще раз зачитаю. Поэтому проблемы, возникшие в результате путешествия во времени андромедианцев, серых и рептилий, даже бы не возникли, не будь этого неудачного эксперимента. Кроме того, неудачный эксперимент удалил часть из 11 октав вибраций, необходимых для поддержания жизни в третьем измерении. Во время возгорания была утрачена пятая октава. Эта октава является также золотой. С утратой золотой октавы у пледеанцев возникла необходимость в целях сохранения продолжительности своей жизни добывать золото в других местах. Из ваших генетических записей следует, что до утраты пятой октавы для поддержания человеческой жизни в третьем измерении не было необходимости употреблять пищу. То есть человек мог существовать, поглощая только воздух. В результате утраты пятой октавы пледеанская раса была вынуждена начать есть, чтобы жить. Свыше 50 тысяч земных лет тому назад пледеанская раса для сохранения продолжительности своей жизни могла получать золото из других секторов вашей Вселенной. Однако они постоянно должны были в кавычках платить за это золото и поэтому стали изобретать средства получения необходимого материала, ничего не платя за него. В конце концов они решили, что им надо попробовать добывать золото самим в другом месте вашего трехмерного творения и для этого была выбрана земля. Около 50 тысяч лет назад пледеанцы создали на земле расу рабов для добычи на ней золота. Общественный порядок расы рабов контролировался Маха-Вишну, сохранявшим на земле полное сознание при водительстве пледеанцев. У этой расы рабов было 5024 цепочек ДНК. Но даже с этими 5024 цепочками ДНК раса рабов удерживала гораздо более низкую вибрацию, нежели раса пледеанцев или Маха-Вишну. При такой низкой вибрации форма не могла трансмутировать все шлаки, поэтому возникла необходимость кишечники и отходы стали частью человеческой формы. Постоянный вывоз золота с земли, в конце концов, привел к утрате землей золотой октавы. Таким образом, земля утратила золотую октаву. Видимо, это произошло приблизительно 35 тысяч лет назад, в скобках 140 тысяч человеческих лет. В самом конце правления Маха-Вишну. Пледеанцы семейства Ану, схожие с Маха-Вишну, остались, но утратили сознание. И в конце концов начали воевать друг с другом, взорвав первую атомную бомбу на земле. Она мало повлияла на расу рабов, но уничтожила всех оставшихся Маха-Вишну. Затем Анна-Нуки оставили землю и предоставили расу рабов самой себе. Раса Атлантов, обладавшая 1024 единицами ДНК, пошла путем повторения схемы своих творцов Анна-Нук по созданию расы рабов, всего с двумя цепочками ДНК. По-видимому, причиной второго падения в генетическом материале человеческой формы до двух цепочек ДНК, также является ядерная война, развязанная расой Атлантов около 10 тысяч лет назад. В скобках 40 тысяч человеческих лет. Подобно заезженной пластинке, стереотипы обречены повторяться во времени, пока полностью не высвобождается вся связанная с ними карма. Выводы. Орден Райзы ставит своей целью вновь заикарить на Земле отсутствующие вибрации золотой октавы. Они жизненно необходимы, если Земля и человечество должны вознестись. Поэтому ваше персональное вознесение в настоящее время человеческой истории имеет чрезвычайно большое значение. С восстановлением золотой октавы человеческая форма сможет вновь существовать без пищи и не поглощая пищи, не производить таким образом отходов. Шлаки стоят за токсичными отходами, производимыми человеческой цивилизацией на плане Земли. Золотая октава легко трансмутирует токсины в ходе вознесения Земли. Человечество и токсические отходы, которые многих так беспокоят, составляют менее 8% общей проблемы, связанной с вознесением Земли. Матери Земле предстоят гораздо большие битвы. С точки зрения сознания Матери Земли, если человечество по собственной свободной воле не выберет вознесение, оно будет уничтожено во время многочисленных катаклизмов, порожденных его собственной плотной энергией в районах массового проживания. Орден Райзы и Творец всего, что есть, желают, чтобы возносящиеся возвысили голос для создания общего импульса, ведущего человечества к выбору вознесения. Благословляем каждого! Намасте, Лорд и Леди Райза! Тау. Путь Вознесения. Книга 6. Новая карма с приодианцами. Тау. Путь Вознесения. Книга 6. Новая карма с приодианцами. Тау. Путь Вознесения. Книга 6. Новая карма с приодианцами. Продолжение следует...